приветствую вас коллеги заказчики и подписчики моего канала это видео посвящается поддержку михаила безяева вы все наверняка знаете слышали кто не слышал расскажу вкратце из моих подписчиков значит михаил без на михаила безяева был подан иск на миллион четыреста если переводить эквивалентно это больше 20 тысяч евро на самом деле сумма очень большая и для обычного среднего мастера эта сумма ну очень большая можно сказать неподъемная потому что средние если даже брать среднюю зарплату по россии по беларуси странам снг даже хорошего специализированного мастера или даже прораба ну надо довольно таки приличное время чтобы выплатить и компания основит она потребовала эту сумму за то что михаил снял видеоролик где рассказал свое видение проблемы вполне допускаю что проблема могла быть почему проблема могла быть я смотрел этот видеоролики детально так сказать анализировал значит после того когда произошла рекламация был мужчина кстати который подтвердил что да действительно с этой стяжкой были проблемы и не первый раз я не думаю что это какая-то подстава миша это не надо что-то человек подставной вот этот укладчик паркета что что-то здесь не то то есть это уже первое второе когда он позвонил женщина задавала правильные вопросы то есть она задавала сколько времени со стяжки прошло открывались ли окна какой грунтовкой грунтовалась то есть со знанием дела но все-таки не был самый главный вопрос так сказать ей поднято сколько было той стяжки на которую лили потому что если стяжка хоть немножко была сырая даю гарантию что могло отойти сто процентов потом меша не отрицает то есть он не скрывает говорит что до открывалось окно вполне возможно что окно открывалась были морозы санкт-петербург высокая влажность может быть попадала влага здесь опять же надо по техническим требованиям смотреть его насколько выдерживает этот самонивелир и вообще он гипсовый или цементный самонивелир то есть такое тоже вполне возможно компания основит ее самая главная ошибка опять же выражая только свое мнение было в том что она это спустила с рук потому что ну это действительно это это позор для компании здесь и надо было детально взяться за каждое дело вот как у нас у отделочника вот если у нас где-то на объекте косяк я думаю у каждого такое бывает вот там где-то там недочет позвонили вот там где-то недочет ну бывает всякое мы же все таки не роботы мы свои если мы мастера мы свои обязанности несем мы не отключаем телефон мы приезжаем на объект и даже у нас если мы даем гарантийные обязательства в некоторых странах это год у нас белоруссии это пять лет если мы заключаем договора мы должны естественно отвечать за качество своих работ я не случайно стою меня за спиной газосиликатные блоки вот мой гараж и сосед вот в прошлом году вот честная пионерская в прошлом году без всякого обмана построил этот этот гараж двойной видите здесь плиты перекрытия видите вот эти блоки они нормальные абсолютно здесь павел иди сюда иди сюда а здесь у нас и трещины иди сюда говорю и вот эти трещины вы понимаете они за год они стали вот такого плана ну как по мне это ну просто вообще это катастрофа это просто катастрофа кстати и это этот завод уже закрыт и вы представляете уволилась уволили несколько сотен человек то есть уволилась очень много людей не буду называть это это предприятие но чья это вина чья вот эта вина здесь не скажешь же ну а чего ты там не утеплел и почему ты здесь клеем не стану ну само собой разумеется что газосиликатные блоки не должны были трещать то здесь или сушка не была произведена или здесь какой-то компонент не был добавлен потому что всем известно когда грянул кризис многие модификаторы пластификаторы и какие-то комплектующие так сказать вот эти вот песочные всякие они перестали возиться из европы и стали заменяться отечественными материалами то есть вполне возможно что то здесь произошло печальная история но это было крупное предприятие распалось люди остались без работы я вполне допускаю что в компании основе такое тоже могло произойти вполне возможно что там что-то заменили вполне возможно что где-то что-то было нарушено не додали в моем случае вы буквально не соврать вот сейчас вот на память пришло буквально две недели назад мне позвонил товарищ говорит слова есть осталась лишняя штукатурка приезжай забирай вот кстати она у меня здесь лежит вот чтобы не думали что где-то что-то придумал вот видите мешке мешки со штукатурка это известковая песчаная штукатурка я просто бусом приехал забрал кинуло мне все равно гараж штукатурить там у всех у всех в доме сыпятся стены а почему они сыпятся да по простой причине мало добавлялось цемента была нарушена технология может быть строителями может не было набрызга и так далее так далее то есть это сплошь и рядом но с этим надо бороться компания основит ну сделала очень большую ошибку потому что это но это только-только начинается и действительно масть мастера я например вот после такого случая если у нас продавался бы я бы однозначно не купил бы но что за бред вот вы сами подумайте 20000 евро человеку так сказать и плюс еще моральный ущерб там тоже 100000 рублей там это больше 1000 долларов за за то что якобы он подпортил авторитет компании так далее так далее так ребята вы если меня видите вы просто должны были приехать приехать ваши технологии разобраться если были подобные случаи найти того человека если невозможно в этом доме если заказчик отказывался того человека который занимается паркетом и вы можете это сделать он сказал что было около 15 случаев то есть можно кого-то можно найти заплатить те же деньги вскрыть полы заплатить за ламинат за паркет за что-нибудь но на кону стоит ваш авторитет авторитет фирмы авторитет компании вы очень многое потеряете задумайтесь над этим а то что вы так хотите вот просто как говорится бабла срубить ну ну как-то несерьезно миша до этого хвалил вашу компанию так правильно алексей земсков говорит ну тогда заплатите миша потому что там гораздо выше больше просмотров ну мое мнение такое что здесь надо идти на мировую как-то этот вопрос разруливать потому что это не остановится и если надо будет снять это видео еще какие-то в поддержку у нас есть тайфун мастер циррэзи то есть и у нас есть заводы которые например могут провести экспертизу соответствует ли она действительности то что заявлено на упаковке ну поддержите михаила сейчас такая волна пошла вот смотрю в интернете мне это знаете чем-то напоминает года три назад была такая акция айсбек челлендж все обливались водой я тоже тоже в том числе обливался водой очень интересная забавная история была но кому-то это все-таки не до шуток потому что дело очень серьезная вот миша я желаю успехов миша мы с тобой мы тебя поддерживаем братство беларуси союз мастеров команда союз мастеров все тебя поддерживают многие смотрят твой канал многие стали на уровень выше благодаря твоим видео я в том числе тебе низкий поклон большое спасибо говорю все всем пока увидимся до новых встреч